Всё активнее белорусские, в частности, брестские предприятия и организации выходят на китайский рынок. Товарооборот растёт год от года и между странами, и межрегиональные. К примеру, Брещено увеличило его в 2018 по сравнению с 2017 в полтора раза. Но ёмкость рынка Поднебесная и активное развитие её регионов позволяют говорить, что потенциал использован далеко не в полной мере. Принимая во внимание возможности Евразийского экономического союза, а также, учитывая географическое расположение Брестской области и выдвинутую председателем КНР Си Цзяньпином стратегию «Один пояс, один путь», имеются большие перспективы для расширения сотрудничества в логистической сфере. И я говорю не только о поставках вашей продукции к нам или Европу, а также о поставках товаропредприятий Брестской области в Китай, провинцию Цинхай. Вывести отношения, зародившиеся в 2015 году, на новый уровень, необходимые из провинции Цинхай. Цинхай – это один из западных регионов центральной части Китая. Для Поднебесной – малонаселённый. Здесь проживают чуть более 5,5 миллионов человек, но при этом солидный по площади – 720,5 тысяч квадратных километров. Это примерно как три Беларуси. Цинхай – провинция, богатая природными ресурсами и полезными ископаемыми. Основное внимание здесь уделяют развитию химической, добывающей и перерабатывающей промышленности. Для диалога и сотрудничества с Брещиной делегаты провинции видят хорошую основу. Нам очень понравился ваш город – красивый и современный. Важно, что Брест занимает стратегически выгодное положение. Это хорошо для его экономического развития. К тому же, у вас очень трудолюбивые люди. Уверен, для нашего сотрудничества созданы хорошие условия. У провинции Цинхай и Брестской области уже есть дружеские отношения. Сейчас нужно налаживать деловые контакты. По словам председателя Брестского областного совета депутатов Юрия Наркевича, плодотворное взаимодействие с Китаем возможно в промышленности, туризме, социальной сфере, образовании и торговле. Последнее, особенно в части продуктов питания. Хотя сегодня наши друзья и коллеги заявили, что в Китае есть все, но вместе с тем есть та продукция, которая производится только в Брестской области, эксклюзивная. Как я сказал, есть и Брестский мясокомбинат, известный во всем мире, и Березовский, и Савушкин продукт, и другие предприятия, продукции, которые мы постараемся поставлять в республику Китай. В рамках визита представители провинции Цинхай также посетили ряд крупных предприятий региона и некоторые историко-культурные объекты.